Привет всем на канале Farwell TV, игра Warframe. Этот обзор будет посвящен основному оружию для арчинг режима. Конкретно пойдет речь о таком оружии как Гретлер, добавленное в 17 обновлении, доступно в арчинг режиме. Разнесите свои цели на куски с помощью фугасных зарядов, которыми стреляет это пустошающее оружие в арчинге. И конечно же рассмотрим характеристики. Сразу сбросается нам в глаза магнитный урон в размере 200 единиц. При этом у нас шанс критического удара составляет 25%, что уже неплохо, и урон открыт 2 целых. На все это еще имеется статус 25%. Можно еще заметить скоростность, которая представляет из себя 4,17, точность 25%. Скорость перезарядки 2 целых, то есть имеется ввиду скорость вот этой вот мини перезарядки, потому что так таковой перезарядки нет. Скорее всего это будет правильно сказать скорость восстановления боеприпасов, видите, в арчинг режиме боеприпасы на основном оружии бесконечны. Но патронов в обоиме у нас 250. Естественно, что режим стрельбы автоматический, теперь можно рассмотреть плюсы, а впоследствии минусы. Итак, из плюсов базовый магнитный урон с довольно хорошим показателем. Хороший высокий шанс крит удара и от него урон. И достаточно неплохая точность для такого оружия. А вот из минусов мы можем заметить низкую скорострельность и магнитный урон будет слабо эффективен, например, против гренир. Но он будет эффективен против корпуса или, например, такой вам был пример. Соответственно, нам придется либо увеличить этот магнитный урон в дальнейшем, когда мы перейдем к установке модулей, либо, если вы пожелаете, то изменить эти показатели немного в другую сторону. Теперь, если вы зададитесь вопросом, как же приобрести это оружие. Приобрести можно будет в маркете готоваясь за платину или же взять чертеж в лаборатории, в додзе, соответственно, в лаборатории гренир. И вот вы можете наблюдать ресурсы, которые требуются для создания для разных категорий кланов. Ну а теперь мы с вами посмотрим, какие же нам будет наиболее правильным вариантом установить модулей. Итак, это мы сначала установим ствол из-за рупета, чтобы повысить урон. Далее мы ставим электролифицированный ствол, что нам дает урон электричеством. И, естественно, нам потребуется установить полярный магазин, что дает нам урон холодом. Комбинируйте две стихии, получаем магнитный урон и сам повышаем наш базовый магнитный урон. После устанавливаем автоматический спуск, это повышает скоростельность, добавим двойные снаряды, что является повышением для мультивыстрела. Далее мы, конечно же, установим пустотные пули, это повышает наш крит урон и параллокс ринзы для увеличения шанс крита. Можно будет, кроме этого, установить модифицированные боеприпасы. Если вдруг возникнет вопрос по поводу форм, то оптимальным количеством установленных форм это будет 3-4, далее уже по вашему желанию. Если для вас некоторые модули покажутся редкими или окажутся редкими, даже может быть и очень редкими, но извините, из этих модулей полный билд, его свойства и эффект будут абсолютно не теми. Кроме этого, если вас вдруг что-то не устраивает, вас никто не ограничивает, вы можете спокойно добавить любой другой урон стихии или вообще любой другой модуль, из доступных для арфинг режима. На этом обзор будет завершен. Большое всем спасибо за просмотр. Не забывайте подписаться на канал, оставить лайк и, конечно же, комментарий, если вас это оружие заинтересовало или понравилось. Также можете вставить свой отзыв. Всем приятной игры, до новых встреч и еще раз спасибо!